Первый экипаж тысячник заявился на Могилёшине. Тандем хлеборубов Ивана Солоновича и Ивана Багеля с кировской господарки рассветами Орловского неупершенню задает добрый темп уборцы урожая. Я не допомагаю, что свои господарцы и усяму кировскому району. Тут убрали амальт-чверть пассионных площадок. Это так само лепший выник по области. Два Ивана у поля с ранку до позднего вечера убирают азимую пшаницу и ячмень. Кажуть, урожай збожжевых и зернебобовых все лето добрые. Сегодня начали в 6 утра и вчера до 22 убирали. Ну, пока до дождя. Работаем уже третий сезон вместе. Намалачиваем каждый день от 100 до 150, в зависимости от погодных условий и урожайности на поле. Но это не предел. Для Ивана Леонидовича это 31-я уборочная. У его молодого коллеги 8-я. С малкой Иван Багель ведает, как тяжко и пачесно убирать хлеб. За добру працу и приклад к коллегам у знагорода и слова подяки от Министерства сельской господарки, мясцовых уладов, профсоюза. Особисто повиншевал хлеборобов наместник премьер-министра Беларуси Михаил Руссы. До того ж, подчас визиту на Могилёшчину, он проинспектовал ход полевых работ у регионе. Приятно быть на поле таком. Крестьяне вырастили очень хороший хлеб. Его просто надо организованно, качественно убрать. Всё для этого есть. Техника, топливо. Надо, чтобы были только организаторские способности. Михаил Руссы нагадал про десятильдённый запас палева, який повинен быть в господарках. Про беражливые относины до техники и на явность минеральных угноений, что потребны до сяубы азимых. Дорога, азимы рапс треба посеять до 20-го жнюня. До этой даты треба скончить и уборку. По намолотах сбожевых и зернебобовых лидирует Кировский район 15 тысяч тонн. Амаль 11 тысяч у Бабруйским районе, по 8 тысяч у Могилёвским и Быховским. Абуслевшая урожайность у аграры ушклоушчины больше за 54 центнер из гектара. Жневоб протягивается.